Прошлый год для Сморгонского агрегатного завода отметился выпуском нового трактора в миниатюрном классе. Компания является дочерним предприятием МТЗ Холдинг, а новая машина получила кодовое обозначение МТЗ-132МТ. На выбор предлагается бензиновая или дизельная силовая установка. Этот выпуск будет посвящен сравнению тракторов миниатюрного класса, собранной на белорусских запчастях, с тракторами того же завода, но из китайских узлов и агрегатов. Говоря о тракторе МТЗ, характеристики дизельной установки упоминать преждевременно, что серийная сборка этого мотора еще не налажена, а также неизвестны ценовые ожидания на нее. Но стоит отметить, что немалых денег стоит агрегат Кохлер 15440, выдающий почти 11 лошадиных сил. Он адаптирован для машин, работающих в полях, но его стоимость составляет четверть миллиона рублей. Вариант МТЗ-132МТ на бензине и полном приводе. Он уже производится серийно и доступен в дилерских центрах. Его мотором является Вейма ВМ-190FE с мощностью 16 лошадиных сил и системой воздушного охлаждения. Потребляет установка чуть больше 4 литров в час. Трансмиссия ручного переключения оснащена четырьмя скоростями для движения вперед и тремя для заднего хода. Скорость трактора при движении вперед составляет более 18 км в час, а задним ходом он может ехать со скоростью более 13 км в час. Имеет многодисковое сцепление, расположенное в масляной ванне. Китайский ременный кентавр имеет задние ведущие колеса, а его мотор четырехтактный, дизельный на один цилиндр. Мощность составляет 15 лошадиных сил, а принцип охлаждения мотора водяной. За час работы уйдет полтора литра горючего. Для движения вперед предусмотрены 6 скоростей, для заднего хода две скорости. Развивает скорость 40 км в час на дорогах с твёрдой поверхностью. Установлено сухое однодисковое сцепление. Беларусь в длину превышает 2 метра, а его ширина составляет 1 метр. Высота также 2 метра, включая каркас безопасности. Вес машины со штатным оборудованием составляет почти 600 килограммов. Высота дорожного просвета – 30 сантиметров. Передние колеса по размеру – это семёрка, а задние – 12. Рулевой механизм оснащён гидроусилителем. МТЗ-132МТ имеет вал отбором мощности и заднюю гидравлическую систему, а также изменяемую колею. Кентавр в длину на 20 сантиметров длиннее. Также отличается в большую сторону и его ширина, однако по высоте он ниже относительно своего белорусского собрата. Китайская модель имеет меньший просвет, но весит больше 600 килограммов. Передние колеса от 5 до 12, задние – от 6,5 до 16. У машины отсутствует усилитель рулевого управления, а ведущие колеса – задние. У трактора имеется вал отбора мощности на 3 скорости, а также двухсекционный гидрораспределитель. Белорусский МТЗ-132МТ предлагается к продаже за 425 990 рублей. В бумагах числится как самоходная машина. Кентавр Т-15 с установленным на нём плугом и почвофрезой можно приобрести за 195 200 рублей. Подводя сравнительный итог, стоит отметить качество сборки и настройки узлов и агрегатов модели МТЗ-132МТ. Также преимуществом является трёхточечная навеска для более тяговитых устройств. Однако китайский Кентавр расходует меньше топлива и более бюджетен по стоимости. При всех этих моментах Кентавр Т-15 пригоден для работы в тех же условиях, что и белорусский трактор МТЗ.